Уже не один год Центр дополнительного образования проводит традиционный конкурс вокально-хореографического мастерства ступеней. Этот праздник музыки уже успел стать разноплановым фестивалем, дающим своим победителям путевку на большую сцену. Многие ребята, приняв участие в творческом испытании, получив наставление от членов жюри, музыкантов-профессионалов, уверенно продолжают следовать выбранному пути и дальше. Конечно же, очень интересно, какая молодая поросль растет у нас в Бресте, поэтому всегда очень трепетно, очень с интересом смотрю за теми людьми, за преподавателями, которые растят наших юных артистов, за самими артистами. И мне очень приятно, что многих из них, этих вот маленьких артистов, которые растают, потом я вижу в Минске у нас в себя, на сцене, в работе, в культурной жизни страны. Это у нас 14-й конкурс ступеней художественного творчества. У нас было 115 заявок, 115 номеров и 281 участник в первом туре. После того, как жюри просмотрело все видеоматериалы, в этот тур прошло 78 участников. Танцевальное объединение «Весняночка» – один из тех коллективов, которые участвуют в подобных музыкальных форумах регулярно. В очередной раз в образах юных барынь им без труда удалось покорить зрительскую публику и членов жюри. Настолько задорно выглядел их номер с народной национальной изюминкой, создание которой в приоритете у педагога и воспитанниц. Русские танцы, белорусские танцы – это то, что наша традиция какая-то идет. И музыка – это жизнь, это то, что ты слушаешь музыку, ты понимаешь, что без нее уже не можешь и не можешь уже танцевать, когда уже привык, уже много выступаешь. Пока одни ребята работали на сцене, другие усердно репетировали за кулисами или готовились к выходу. Каждый ансамбль – вокальный или танцевальный, каждый исполнитель – хотели запомниться гостям музыкального праздника. Победителей традиционного конкурса ступеней увидят зрителей гала-концерта уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok